Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Не шагу назад, только вперед Кто-то на той стороне Бросит тайм-аут Игра в откат, мы лишь Бросит тайм-аут Точно и резко Шайба летит на флаку Летят перчатки, снова драка Атака, атака, атака Атака, атака, атака Соперник на панике Шайба удар, мятая штанга Атака, атака, атака Г-3, горды, хоу Потеряна капа Жизнь как мэш, в день суркан Три по двадцать Дорог хоккей, атака живет Не надо бояться Шайба, клюшка, джерси сядь, как раги, пальцы Мы же не устали Мы же не устали Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Не шагу назад, только вперед Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Хоккей важнее Ни шагу назад, только вперед. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и игра уже потихоньку начинается Поэтому мы переключаемся на главную сцену И желаем еще раз ребятам удачи И показать Атакующий комбинационный хоккей Как они умеют Ну что, вот так выглядит наш сегодняшний состав Поехали! Стартовое вбрасывание Начинаем вновь дома Мы в Череповце И на вбрасывании Максим Титуляр Посмотрим, получится ли его выиграть Проигрывает Максим вбрасывание Мне ничего страшного Еще успеет он На сегодня отыграться Шагу подхватывает Макс Игнат по правому флангу Как раз таки Макс Петрушенко прорывался Но его отлично встретили На входе в зону А уже начинают атаку гости Александр Литвинский Ходит Титуляра в атаке Игнат Маркин-Норрис Прорывается на пятачок Бросок Заблокирован И Денис Горячев Вдвое сразу на него выходят И отнимают шайбу Елагин Но уже наши ребята действуют Хорошо в обороне Пытался Титуляр прорываться в атаку Пока плотно действуют оппоненты И с шайбой был Сеня Козлов А это уже Игнат Маркин Начинаем очередную атаку Титуляр передает пас на Дэна Горячего бросок Но ловушкой спасает вратарь Однако у нас будет первое удаление В матче Александр Галушкин Отправляется на скамейку штрафников Александр Голустов Извиняюсь У Александра за неправильно Прознесенную фамилию Александр Голустов Отправляется на 2 минуты Грубовато он сыграл Блокируя нашего хоккеиста И первое численное преимущество В самом начале матча Неплохо наши ребята Его реализовывали В предыдущих встречах Посмотрим получится Как сейчас у них это сделать Выигрываем бросами Можно начинать атаку Но назад пас получился К сожалению Немножко неудачным Между двумя игроками Прошла шайба Поэтому придется Начинать все сначала Игнат Маркин Уходит от двоих Отдает пас На титуляра Расположились мы в зоне Баскеттайгер Нашел Дениса Горячего Но Дальше шайба не прошла И теряем мы ее Убивают время Наши соперники Однако перехват Помешали друг другу Наши ребята Но Получилось все же войти в зону Однако сразу же Потеряли шайбу И уже Время большинства Потихоньку заканчивается 10 секунд До выхода Удаленного игрока У Воскресенского Химика И вот здесь был жесткий хит На The Great Den Пролежал он некоторое время На льду Воскресенского химика И продолжает игру Уже в пятером Действует Химик И начинает свою атаку За ворота уходит Как раз таки удаленный игрок И вот здесь надо Поаккуратнее сыграть Йохан Максевит Останавливает шайбу Вот она Вроде бы залетела в ворота Но это уже было После свистка Никакого гола здесь нет Вот нам еще раз показывают Как Жестко Воткнули Дениса в борт Видно что Не очень приятные ощущения Доктор помогает Дэнни восстановиться Но Игрок уже на льду И нас взлет Очередное вбрасывание Никто его не выигрывает Но подхватывает шайбу Первым Как раз таки Дэн Горячев И Норрис Рвется по плановому флангу Пытался он дать палец На Макса Обратно на Норрису Но что там Вдвинуты в ворота Улетели они С обоих стоек Что же там произошло Видимо наш игрок По инерции Игнат отправлялся За ворота И заблокировал его Защитник Воскресенского химика И очередной Обратственный выигрывает Химик Вирус шайбой Бросок со входа в зону Но Йохан ее Останавливает Не стал накрывать Продолжаем игру В быстром темпе Пытаются ребята Проводить данную встречу И Дениса вновь Китует жестко Макс Петрушенко Пока бросков Не очень много Учерпается командовать Сейчас будет еще одно удаление Второе в матче Второе в матче И вновь у Воскресенска На этот раз Кирилл Елагин Отправляется Отдохнуть Ну откровенно говоря В первом большинстве Мало что получилось У нашей команды И будем надеяться Что Сейчас ребята Более продуктивно проведут Две минуты В большинстве Будем надеяться Что меньше чем две Поскольку Когда Большинство реализуется Выходит Штрафной игрок Из скамейки Но пока В Брасне Выиграть не удалось И держит шайбу Гости Наконец от нее Избавляется Баскеттайгер На Загрейдене Макс Петрушенко Будет ли бросок Но уже такое ощущение Что затянул он С решением Поэтому Попал в каркас Ворот Макс Вот Уже избавились мы От шайбы И еще одно удаление Впервые В ходе Кубка России Будет иметь Преимущество 5 на 3 Команда Северсталь Александр Лепешков На 2 минуты Огромнейшее Преимущество На площадке Сейчас будет У наших парней Важно Как раз таки От титуляра Сейчас выиграть Вбрасывание Это будет Дополнительное время 49 секунд При игре 5 на 3 Если забиваем То еще потом Будет время Чтобы продолжить Играть в большинстве Загрейдене Пытается уехать За ворота Но его Прессингует Игрок из Химика Двое ребят Расположились На пятачке Баскетайгер Титуляр Броска не последовало И теряем шайбу И 5 на 3 Реализовать К сожалению Не получилось Однако Еще время есть 5 на 4 Попробовать Макс Петрушенко Будет ли бросок Вратарь Пытался выбить У Макса шайбу Но Чуть-чуть Не попал Он по воротам Рядом со штангой Проходит Этот Даже не то Чтобы бросок Но такой Отправил Шайбу Титуляр Вдоль правой Стойки А вот сейчас Арсений Стремится за ворота Подхватывает Шайбу Рейвен Игнат Маркин Подправление Йо, Денис Очень слабо Отлетела к нему Шайба Никто его не держал Около чужих ворот И Не получилось Ему должным образом Подправить ее Но уже Алекс Лепа Начинает атаку Вирус Опять бросок Со входа в зону Уже не первый раз От гостей Не боятся они При первой такой Возможности Сразу Набрасывать на ворота Но Йохан Рунквист Конечно Такие броски Вряд ли будет Сегодня пропускать По крайней мере По крайней мере Мы на это надеемся Игнат Маркин По правому флангу Передача На защитника Это ее Кирилл Бросок От Краски Баскетайбера От Александра За воротами За воротами Денис Плотно его прессингует Для пешков Не получилось Закончить атаку За воротами Буквально время Еще на Одну контратаку От наших ребят Макс Броска не последовало 7 секунд до конца Галустов Бросает И Йохан Останавливает Шайбу Накрывает ее И на этом Первый период Подходит к концу Довольно равная игра От команд Несмотря на Три большинства Для Череповца Пока Реализовать Преимущество Не получается А В свою очередь Атаки Химика Доходят до Многочисленных Бросков Поворотом Здесь ребята Друг об друга Запнулись Помешали Ну и неплохо Действуют Галкиперы Пока что Все они отлавливают 5-4 по броскам И 15-1 По хитам Огромнейшее Преимущество От Химика Ну собственно Святить с чем И Три Удаления Как раз таки было У Воскресенска Очень Агрессивный И иногда даже жесткий И грубоватый Хоккей они играют Очень точно Отметим Пасс Пассинг У Опять же Воскресенска Более 90% Не так много Комбинаций У Воскресенска Много Перепасовок На вход В зону А далее Уже следуют Броски По воротам Поэтому В сравнении С ними Наши ребята И При розыгрыше Численного Преимущества Пытались Разыграть Какие-то Красивые Комбинации Вот такой Гол Залетает Неожиданный Ворота Химика Автогол Если я не ошибаюсь Получился Даже Не показали Нам Абсолютно Было не опасно Какой-то Легкий наброс И Аносисты От Титуляра Первая шайба Но Начинаем мы С Заброшенной шайбы Второй период Это уже Такой стиль Фирменный От Череповчан Всегда Они Второй период Начинают Очень активно И Хотя Даже Собственно Предпосылок К этому Не было Я там Продолжал Обсуждать Действия Наших Ребят И Легкий Наброс А вот Сейчас Уже Опасно Действовал Химик Но В сайт У нас Получился От Воскресенска Опасно Действовал Химик Простреливали Они вдоль Пятачка Йохан Успел Переместиться И Спасти Нашу Команду От Равного Счета 7-3 Пока По вбрасываниям Титуляр Классно Очень Действует Сегодня на Точке А вот Сейчас Играет Дэнни По центру Чужой Прорывался Но Без Бросков Все еще Блокирует Наш игрок Как раз таки Выстрел От синей линии От гостей Сейчас Вброс В зону Уже От нашей команды Алик Слепо Входит В зону Делает Разворот Ну и Собственно Шайбу У него Мы Быстенько Отнимаем Игнат По левому Флангу Пытался Он Отдать Передачу На Своего Партнера Не совсем У него Получилось Игнат За Грейден Уже Поменялись Они Флангами С Норрисом И Арсений Козлов Уже В своей Зоне Начинаем Новую Атаку Плотно Играют Гости Макс Петрушенко Простреливает По центру Чужой Зоны А вот Здесь Будет Удаление К сожалению Для нашей Команды И Дебютант Сегодняшней Игнат Маркин Отправляется На Две минуты Отдохнуть Потерял Шайбу И Пытался Он Клюшкой Достать Ее Своего Оппонента Вот здесь Но к сожалению Попала Она За Конек Сотерника И Две Минуты Уже Первое Численное Преимущество Для гостей Нелегкое Испытание Будет Для наших Ребят Титуляр Вновь Брасну Выигрывает И Избавляемся От шайбы Но Впевает Алекс Лепа Закрыть Зону Расставились Гости Будет Выстрел Бросок Отличный Но Подправляет Шайбу Рейвен И надо Ее выбросить Конечно Из зоны Кэш Уже Устремляется В атаку Чикаго Блэк Отправляет Ее вновь В заворота Еще один Бросок На месте Уже Йоха А вот Это Очень Плохой Выброс Был Непонятно По какой Траектории Полетела Шайба И Из-за Этого Может быть Сейчас Все они Вновь Не получаются Вновь Не получается Вроде бы Начинаем Мы владеть Шайбой Однако Выхода Из зоны Не происходит Но Вот Уже Здесь Шайба По дальнему Борту Вылетает Все-таки Из нашей Зоны Это Сами Игроки Воскресенска Постарались Но Вот Сейчас Баскет Тайгер И вновь Это Грубейшая Ошибка Пытался Наверное Все-таки Контратаку Организовать Наш Игрок Был уже В среднем Звуне Не ждал Передачи Но Мне кажется В таких Ситуациях Действовать Нужно Поувереннее Иначе Приведет Это Рано или Познанно К плохим Последствиям Но Наши Ребята Наконец Уже В равных Составах Меньшинство Отстояли И Нужно Думать Уже Об Атайке Игнат Маркин Упирается В защитника И Шайба Пока Теряет Чикаго Блэк Пробрасывает Шайбу За воротом Здесь Ее Подхватывает Макс Петрашенко Баскет Тайгер Отличную Скорость Набрал Арсений Козлов Вот так Два Защитника В чужой Зоне Бросок И первый Гол Вот так Он подключился Круто В атаку Нашел Паса Мон Арсения В чужой Зоне Бросок У Арсения Не получился И Подхватил Шайбу Макс Отдает Ее На Александра И Вот здесь Сусо В бросок Очень мощный Выстрел Ну Против такого Броска Никаких шансов Поздравляем Мы с первой Заброшенной Шайбой На турнире Сашу И С первым Набранным Очком Арсения 2-0 На табло И Сейчас Можно уже Поувереннее Себя чувствовать Однако Играть Еще 5 минут Во втором И целую Третью И 20 минутку Вот здесь был Бросок От Игната Маркина Уже Ждем Конечно Мы от него Результативных Действий Уже успел Игнат Удалиться Поэтому Будем надеяться Что Не только В протоколе Он отметится В графе Штрафников Загреть Дэнни Делает Фин Передача На Рейвена Бросок Спасает На этот раз Голкипер Воскресенска Ну Потихоньку Начинаем И владеть Инициативой Бросок За броском Все опаснее От нашей Команды Ну Сейчас Будет У нас Проброс И вновь Вбрасываем В зоне Гостей На 25 3 По хитам Ужасающая Статистика Гости Сегодня Полноценно Решили Потренировать Свои хиты Отработаться На наших Ребятах Будем надеяться Что В первую очередь Без травм Челеповчан Обойдется И за ворот Пытался найти Пасом Игрок Воскресенска Одного Из своих Тиммейтов Но Проходит Он Между Двумя Защитниками Минута 30 До конца Что Придумает Воскресенка На этот раз Придумывают Неточную Передачу И уже Наша Команда Стремится В атаку Вертушка От Загрейт Дэни Не получается У Дениса Прорваться К воротам И бросить А здесь Нас Будет Ждать Оффсайд И Последнее Вбрасывание Во втором Периоде От команд Получится ли У титуляра Выиграть Ее И в этот Раз Не получилось Вирус Бросок Но Заблокирован Заблокирован Он Арсением Все таки Я оказался Неправ Не последнее Вбрасывание Во втором Периоде Перевели Воскресенск Атаку В зону Череповчан Однако На этом Ничего У них Больше Не получится Сделать Поскольку Заканчивается Время И Плейс Агейм Кирилла Илагина Показывают Вирус Хит Нам будет Показывать Ну конечно Шатдаун Кирилла Илагина Ну В данной игре Только хиты Пока что Мы можем Видеть От Химика Поскольку Другими Полезными Действиями Пока Они не отмечались Ну конечно Голкипер Неплохо Играет От Голкипера Набранных очков Мы не ждем А вот Красивых Сейвов И самое главное Продуктивные Игры в обороне Конечно же И от Йохана Максеведа И от Наших Ребят Безусловно Ну и собственно Первое Большинство Было У Воскресенского Во втором Периоде Реализовать Его не Получилось 5.11 У наших Ребят И Пока ПП Она Не Получилось Забить Довольно Вязкая игра Много Бросков Но не сказал бы Что Какие-то Супер Крутые Комбинации Получаются При Попытке Распасовки Классно Читают Игроки Обороны И той Другой Команды Действия Оппонентов И По всей Ему Этому Комбинационный Хоккей Не сильно Получается В данной Игре Ребят Такая Системная Игра От обеих Команд Вязкая Но и Такие Игры Конечно Нужно Уметь Играть И самое Главное Побеждать В них А вот Здесь Йохан Не смог Зафиксировать Шайбу Поэтому Атака Химика Продолжается Сеттер За воротами Отнимаем Шайбу Игнат Маркин Макс Петрашенко Пытался Загрейт Дэнни Найти На чужой Синей Линии Классно Игрок Обороны Лег И прервал Этот пас Который Вполне Мог Стать Голевым Подхватывает Шайбу Илагин В центре Средней Зоны Вот здесь Неплохая Передача Будет ли Выход 2 в 1 Баскет Тайгер Передача Игнат Маркин Мог Сейчас Забивать Свою первую Шайбу На турнире И отметим Действие Голкипера Уже Казалось Некуда Деваться Шайбе В тот момент Классно На перемещении Действует Голкипер Гостей И не дает Игнату Набрать Свои Первые очки Норрис Пока Будем ждать От него Дали Дали Обросков Дали Ассистов Ну и Классные Игры Вот здесь Загрейт Дэнни В чужой Зоне Получает Хит Не приводит Это к опасной Контратаке От гостей На этот раз Время потихоньку Все меньше И меньше На то Чтобы отыграться Елагин Вирус Бросок Мимо ворот На этот раз Можно было И с щелчка Там бросить В итоге Был Бросок С кистей Не очень Сильным Он получился В чужой Зоне Норрис С шайбой Отнимают его У него Но Загрейт Дэнни Подбирает Еще один Хит От химика И шайба Они отнимают В лапирус Вот пожалуй Ой-ой-ой Подправление На пятачке И каркас Ворот На этот раз Сыграет За череповчан Йохан Уже не успел Переместиться А вот здесь Уже Игнат Прорывается Хотел я сказать Что больше всего Из команды Гостей Я хочу отметить На данный момент Вируса И броски от него Я помню Опасные И со входа в зону И шайбу Он контролирует Классно А вот здесь Уже выход От нашей команды Нашей команды Жесткий хит Практически не осталось У Дениса сил Мы видим На инфографике И две минуты Александр Голустов Отправляется Вновь На две минуты Еще один шанс Наконец-то Наконец-то Мы расставились Титуляра Дает на Арсения Арсений Передает на Баски Тайгера Будет ли бросок Блокирует Макс Макс Титуляр Пытался Добить шайбу На пятачке Но Не получился У него Как правило Бросок Каким он должен Был быть Поэтому Накрывает Голки Прогастей 14-6 Вот тут нельзя Не отметить Конечно Макса Классно Он действует Сегодня На точке До этого У Никиты Белова Было 47% На турнире И вот сейчас Что касается Игры на точке Посмотрим Как будет продолжаться Это дальше Еще Нас ждет Одна игра После Данного поединка На выезде Уже В Воскресенске Но что касается Именно точки Очень классные Действия Вот Максима Можно ли это считать Что оппонент Максима Сегодня действует Неудачно Или же Это целиком Полностью Заслуга Титуляра Посмотрим Если в дальнейшем Титуляр Будет играть В центре Посмотрим Как он будет Действовать И первый Гол От Игната Маркина Классный Розыгрыш Вонтаймер С правого Круга Вбрасывания Практически С усов Ну и гол Можно сказать Зеркальный Тому что Забивал Как раз таки Баскет Тайгер Здесь Дэн Горячев Вот так вот Выводит Игната Ну и собственно Расстреливал уже Норриса В ворота Воскресенска И даже От перекладина Залетает На ворота 3-0 За 3 минуты До конца Ну можно ли Это считать точкой Думаю что По такой игре Я бы сказал Что да Поскольку уже Давненько В третьем периоде Гости Что-то Супер опасного Не создавали Однако Время еще есть Елагин Сейчас Пытался Бросить Но Повязали его С двух сторон Наши игроки За Грей Дэнни Будет ли вылезать На пятак Пытался сам Он на этот раз Действовать Не стал давать Передачу Вроде бы Подключался Игнат По правому флангу Но Решил Денис Что в этот раз Классный сейв От Йохана Вот здесь Ребятам надо Конечно Помочь Рунквисту Здесь еще один сейв От Йохана Чведского легионера Нашего Ну и конечно С третьей попытки Богданов Отправляет ворота Тоже с вонтаймера Не помогли В данном случае Защитники Йохан Рунквисту За воротами Нужно было Действовать Поагрессивнее Вот здесь И конечно Уже расстреливал Арсений Не додержал Своего игрока Поплотнее Ребятам Надо действовать На пятачке Сухаря К сожалению Не будет Для Йохана 3-1 Но времени Все меньше и меньше Вновь Елагин Алекс Лепа Бросок Елагин Добивание Еще бросок Был Но уже Блокируем Мы на этот раз Оппонентов Выбросить шайбу Сыграть все-таки Маленько Поаккуратнее Будут ли гости Снимать вратаря Не так много Времени у них Остается Две шайбы Все же За это время Наверное Отыграть можно Вот здесь Вылезал на пятачок Игрок Воскресенска И Денис Будет удаление Наверное Будет удаление Да Поднята рука Сеней Денис Вот это уже Полноценная точка Дэн Горячев Налево сместилась Вся оборона От Воскресенска Все игроки Уехали Страховать И От Арсения Козлова Шайба Переводится К Денису Видимо навык Тейп-то-тейп И Переигрывает Один на один Голкипера Химика Ставя жирную точку В первой игре Между данными командами Ассистент нашего капитана И лучший бомбардир Нашей команды На Кубке России По игре NHL23 Тлаформе Ехоккейпро Не дает Денис Получиться вбрасыванию Вылезает на пятак И Виктор Вал Накрывает шайбу А Денис Уже не первый раз Этот матч Лежит На льду Испытывает Дискомфорт Надеюсь ребята живыми Останутся после этой игры Еще половину Группового этапа играть А затем Нас ждут игры на вылет Уже серия плей-офф Что ж Первая игра Подходит К логическому завершению Одерживаем победу 4-1 Первый период у нас Прошел Без заброшенных шайб Отыграли ребята 0-0 Потихоньку Вкатывались в игру Ну безусловно Что касается Череповчан То С учетом того что Новые игроки Сегодня Дебютировали Им Безусловно Нужно время Для того чтобы полноценно Почувствовать Ритм игры Ну а нам показывают Хайлайт Заброшенная шайба Вот нашей Команды Заграет Денис Здесь Вылезает на пятачок И он собственно В конце игры Его выносит Ну в очередной раз Нам показывают Хайлайты По хитам Отыграли Воскресенска Вторая игра Предстоит Не менее трудная Будем играть Мы В гостях В гостях Играть всегда Непросто Но пока Ребята Готовятся Будут В лобби К старту Этой игры Может быть Что-то Обсудят Как им действовать Во второй игре Что нужно Сделать Химику Чтобы Более Результативно Играть В атаке Первая Заброшенная Шайба У них Была В концовке Третьего Периода Довольно Результативно Эта команда На турнире Проводит Игры И стоит Отдать Должное Череповчанам Которые Абсолютно Практически Ничего Не Дали Продемонстрировать Сопернику В атаке Ну и Связка Наших Защитников Вот по сути Единственный Гол Который Был Забит Химиком В затяжной Атаке В самом конце Уже Навалились Они штурмом Последовало Несколько Опасных Бросков И Как раз Таки Арсений Наш Дебютант Рейвен Немножко Не успел Подстраховать На пятачке Ну и Ждем Мы Конечно Возвращение Федора Бывших Нечушкина Также Уже Третий Матч Федор Пропускает Наверняка К следующей Игре Также Будут Какие-то Изменения И Если Я не Ошибаюсь Давайте С вами Посмотрим С какими Командами Нас Будут Ждать Нашу Команду Будет Ждать Ближайшие Игры Так Заходим Мы На Кубок России Показаны Тут Ближайшие Игры Так Это матч Сегодняшний Вот у нас Расписание Также Параллельно Играет У нас Динамо Санкт-Петербург С Панеми Панеми Гитарс Панеми Хакамед Рокетс Против Трактора Тоже Играет Нам Интересно С кем Будет Играть Четверг Череповец Параллельно Барсом И Череповчанами Поэтому Всех Вас Ждем На Трансляции В Четверг Вот Это Будет Встреча Между Фаворитов Группы Между Лидерами Группы И Конечно Будем Мы Смотреть За Этим Матчем Также Она Будет Показана Наверняка И На Официальной Трансляции Поэтому Кто Хочет Может Выбирать Для себя Любые Платформы Что касается Наших Трансляций То проходят Они И на Ютубе И на Твиче И В В Контакте В нашей Группе Кому Где Больше Удобнее Смотреть А тем временем У нас Уже Стартует Второй Матч Между Северсталью И Химиком Воскресеянском Играем Мы Играем Мы На Выезде В этот Раз Представляет Нам Состав Команды Химик Воскресеянск А это Наши Ребята Все В тех Же Составах Стартовое Вбрасывание Посмотрим Как игра Будет Отличаться От Предустояния Под номером Один Ну и В Желтой Форме На Этот Раз Будет Действовать Как раз Таки Химик А В черных Цветах Ребята Из Череповца И Как Уже Первая Атака От Вируса Продолжает Он Активно Действовать В нашей Зоне С прошлой Игры Макс Титуляр Подхватывает Шайбу Можно Убежать Сейчас В 3 В 2 Не Успеваем Быстро Мы переместимся В чужую Зону Уже Шайба Игнат Баскет Тайгер Подключается По левому Флангу Загрей Дэнни В средней Зоне Встречает С его Оппонента Титуляр Загрей Дэнни Передает Шайбу На Норриса И на Пятачок Классный Пас От Норриса Титуляр Пытался Замкнуть Шайбу Вместе Семнево Это Получилось А вот Здесь Уже Вновь Загрей Дэнни Титуляр Ну Лишняя Похода Передача Была От Максима На Короткой Дистанции Пытался Он Всунуть Шайбу На Норриса И Конечно Действие Это Было Опромечено Мы знаем Что Титуляр Неоднократно Берет Игру На Себя Как правило Он действует На Правом Фланге Возможно Ребята Переместив Как раз Таки Макса В центр Сказали Ему Действовать Чуть Более Аккуратно Поскольку Мы Знаем Что Как правило Центр Форварда Всегда Являются Страхующими Нападающими Первыми Из Фордов Кто Возвращается В оборону Но Пока Я Рассказывал Вам Об этом Опасная Атака Была И со стороны Череповчан Его Сейчас Уже Химик Бросал Поворотом Игнат Маркин Упускает Шайбу Но Успеет ли Он ее Подобрать Подбирает Игнат Вылезает На пятак Пас На Загрейт Дэнни И Бросок Смягчил Бросок Защитник Химика И Сбаев Скорость Она дошла Уже До Голкипера До Голкипера Воскресенска 10 минут Уже Тем самым Прошло От первого Периода Вот так Вот незаметно Пролетело Время Пока Без Обитых Голов Вот здесь Загрейт Дэнни Решил Повторить Трюк Из игры Под номером Один И С отрицательного Угла Он бросал По воротам В надежде Что Шайба Неуклюжая Залетит На этот раз Она попала В каркас Ворот Жестко Жестко Действует Защитник Химика А вот здесь Будет ли Проброс Да Свистит У нас Арбитр А значит Будет Проброс И Вбрасывание В зоне Воскресенска Выигрывает Титуляр Обрасывания Баскет Тагер С кистей Набрасывал Но там было Очень много Игроков На пути Этой шайбы Поэтому Она приходится Приходится В Игрока Обороны А вот здесь После силового Приема В центре Зоны Подбирает Шайбу Игрок Химика Теряем Шайбу На выходе В зоны Александр Упустил Вот здесь Игнат Падая Уже отдавал Передачу На Загрейт Дэнни Еще раз Повторю Что очень плотно Действует Химик Как только Переходит Игра В обороны Для них И уже В чужой Зоне У них идет Форчек Прессинг Фланговые Нападающие Летят Хитовать Наших Хоккеистов Можно на этом Нашим ребятам Сыграть Как-то красиво Уйти от Слова приема И обрезать Оппонент Вот здесь Игнат Пытался Перехватить Шайбу Титуляр Не последовало Броска И выход 1 на 1 От сеттера Йохан Максевит И сзади Классно подраховал Баски Тайгер Просунул он Свою длинную Клюшку Сейчас передача Была не так Просунул он Свою клюшку Тем самым Помешал бросить Он Удобно Для Нападающего Воскресенского Сеттера А дальше Уже Йохан Этот Не самый удобный Бросок Для центра форварда Парировал Что у нас Прозвучал свисток На квил шайбы Йохан Не стал На этот раз Отбрасывать И Сейчас будет Брос шайбы От Лайнсмена Кто ее Первый Подхватит Вирус Сейчас шайбой Бросок Еще один Сейв От Максевита 10 секунд До конца Поаккуратнее Нашим ребятам Нужно действовать Ну и Наверное На этом 2,4 секунды Остается Успеют ли Наши ребята Чтобы А у нас 2 минуты Тем самым Вот так вот 2,4 секунды До конца И Сергей Богданов Автор Заброшенной шайбы В предыдущем матче У Воскресенского Номер 96 Отправляется На 2 минуты Вот так вот Хотел он сорвать Быструю контратаку И Снимает Голкипера Команда Циверсталь За 2,4 секунды И сейчас Нужно выиграть Вбрасывание Титуляра Выигрывает Бросок Еще один бросок Два броска Успели нанести Наши ребята Сначала Арсений Бросал От синей линии А затем Уже Загреть Дэнни Подхватил Шайбу На чужой На чужой Красной линии Вот там За воротами Она показывает Очередной Шатдаун От Химика Берегите Ребра Ребята После таких Силовых Приемов Но Здесь уже Сейв От Йохана Что касается Голкиперов То пока Довольно Равно Распределяется Игра Между Йоханом Макс Эвидом И Артемом Хоккеистом 88 И вот Сегодня По Предварительной Заявке До конца Не было понятно Кто будет В старте У Череповца Но все таки В игре Мы видим Йохана И совсем Чуть-чуть Ему не хватило Для того Чтобы Сделать Свой Очередной Сухари На турнире За 52 Секунды До конца К сожалению Пропустил Йохан И Собственно Весь Вся дружина Наша Шайбу Однако В этой игре Еще Есть У Череповца Шанс Ограть на 0 Правда На табло Пока Горят Нули И Чтобы Ограть на 0 Нужно Еще и Забросить Сейчас Продолжает Численное преимущество Не будем забывать Игнат Маркин А сейчас Подбирает Шайбу Баски Тайгер Отдает Ее На Арсения Козлова За Грейденни Макс Петрушенко Титуляр Простреливал Ее На Норриса И Немного Не доходит Шайба За Грейденни Начинает Очередную Атаку По левому флангу Еще один Жесткий Хит Баски Тайгер Бросок И В этот момент Уже Вратарь Гостей Ее Отбивает Александр Литвинский Начинает Еще одну Позиционную Атаку Быстро Уже Входят Наши Ребята В зону Нужно Уже Избавиться Наверное От шайбы Вдвоем Его прессинговали Баски Тайгера И Я считаю Передержал Шайбу Саша Вот Сейчас Выход 2 в 1 Или 3 2 Сзади Поддерживал Атаку Титуляр Норрис Не бросают Что-то Совсем Ребята Поддерживал Сзади Атаку Титуляр И Как раз Я так понимаю Ему Пытался Передать Ассист Денис И В этом Моменте Не хватило Немного Точности Очередная Точка От ребят Баски Тайгер Ее подхватывает Чикаго Блэк Лепешков Богданов На этот раз Уже Череповец Классный Хит Предпринимает Третий период У нас Проходит Очень Дисциплинированно Собственно Был один момент У Череповца Когда мы играли В большинстве А дальше Защита Это пока Предобладает Вот сейчас Простреливал Загрейт Дени Сразу На кого-то Из двоих Наших Игроков Там был Игнат Норрис И подключившийся К атаке Рейвен Наш защитник Как раз таки Он пытался Завершить Атаку Здесь Загрейт Дени Один в одного Нужно бросать Денису Но броска Не последовало Хотел обыграть Он Поинтереснее Заложить Финт Убрать Вратаря В буфет Однако На месте Остался Галкипер Не повелся На Финт Начинает Рейвен Еще одну Атаку Норрис Шайбой Попытался Игнатов Брось Скорее На подправление Поскольку Он видел Что Его Напарник Уже Вылезал На пятачок Вот здесь Потери Неприятные Мог Сейчас Забить Игрок Воскресенска Чуть-чуть Ему Не хватило Скорости Добраться До этой шайбы Сеттер Здесь Уже Наши ребята Неплохо Действуют В обороне И Норрис Отдает пас На титуляра Баски Тайгер Будет ли бросок Бросок есть Но он блокируется Однако шайба Баски Тайгера Бросок Титуляра В шпагате Выставляет Свою ногу Галкипер Гостей И делает Классный Сейв Спасает Свою команду И оставляет Счет на табло 0-0 Ревен Бросок Александр Литвинский И добивание От Если я не ошибаюсь Это был титуляр Десятый номер Отправляется На две минуты Это Александр Лепешков За подножку Вот здесь Вот у нас Прозвучил Бросок И лег он Под шайбу Однако Судья расценил Это как Подножку Ну Довольно Спорный момент Несмотря на то Что мы все Здесь болеем За Череповец Для меня Это удаление Выглядит Немного странно Все таки Что оставалось Сделать Защитнику Химика Он просто Лег И Но Судья Распорядился Своим решением Именно так А значит Что у нас Есть еще Две минуты На игру В большинстве Чуть-чуть Не успел Закрыть Арсений Ревен Синюю линию Поэтому Случился Оффсайт И еще Минуту 19 Нам действовать В большинстве Если не забьем Раньше Загрейт Дэнни Бросок Но по центру Ворок совершил Денис Поэтому Мало шансов Было Прострелить Таким Броском Загрейт Дэнни Уже не так много сил Остается у ребят Как мы видим По инфографике Елагин Выкидывает шайбу Из своей зоны Убивая Штрафное время Своего напарника Тиммейта Чикаго Блэк Пытался найти Пасом Своего Тиммейта Пока даже В зону Не получается Войти У наших Ребят А времени На большинство Остается Совсем Ничего Гнат Маркин Вновь она Выходит Из чужой Зоны Баскет Тайгер Пытается Пытается Найти Наши ребята Открытого Игрока Очень плотно Действует Хоккеист Химика Каждый Держит Своего Игрока Две минуты А счет Все еще 0-0 Заканчивается У нас Второй Период Мы все Привыкли Что Во втором Периоде Череповец Берет Инициативу Своей руки Но здесь Это сделать Не получилось И Очередной Был классный Хит От защитника Вот и Вторую Игру подряд Забивают Сами себе Воскресенск Какое-то Тотальное Невезение На кого Был записан Гол К сожалению Я не успел Стреть Вроде бы Дэн Горячев Да Забивает За Грейд Дэнни По инерции Катился игрок Обороны К своим воротам Лицом К каркасу И На последних секундах У нас был бросок От Химика И собственно По инерции Заводится Эту шайбу В свои ворота Вот так вот Две игры Два автогола Ну Неудачные действия От Воскресенск Интересно Был ли это Один и тот же игрок Или же Это от разных Хоккеистов Воскресенск Залетела шайба Ворота Так Ну 14-2 по хитам Все стабильно Ничего нового 8-3 по вбрасываниям Продолжаем Отмечать Что титуляр Классно действует На точке Ну и Большинство Пока Реализовывать Вновь не получается В таком сочетании Таким составом Ребят Игра в ПП не идет Конечно Этот момент Нужно будет Обсудить На командных Тренировках Что именно Не получается У ребят Вроде И розыгрыши Вполне неплохие Как мне кажется Не хватает Ребятам Игры за воротами Как они любили Делать В предыдущих Матчах Если много Голов В большинстве Предыдущих Играх Было забито С передач И за ворот Когда кто-то Из наших Хордов Туда уезжал То В данной Игре Ребята пытаются Расставлять Свою пятерку Вот как Мы видим Сейчас Примерно По краям Один игрок Уходит Как правило Центр форвард На пятачок И два Защитника Оказываются На вершине На синей линии Может быть Ребятам Непривычно В таком сочетании Играть за воротами Ну и Как раз таки Никиты Белова В частности Может быть Не хватает Насколько он И залюбленный Специалист Этих действий И один из лучших Ассистентов Нашей команды Игнат Маркин Как раз таки Учает за ворота И выносит его Алекс Леп С силовым приемом Вновь замешкал Норрис С принятием решения Или по-бобровски Пытаться забить Из-за ворот Или отдавать передачу А вот здесь Сравнивает счет Химик В ближний угол Простреливает Йохана Максеведа К сожалению Ну и конечно Если Говорить По справедливости То гол Частично По вине Йохана Максеведа В ближний угол Заходит шайба Такие Братские Воротари Обязаны ловить Закрывать Ближний угол Ворот Совершенно Казалось Этот бросок Не опасным Однако Имеем что имеем Ребятам Йохану нужно Помогать И забивать Свой Второй Третий И дальнейшие Голы На этом турнире Была уже У наших ребят Одна игра В самом начале Против Против команды Свифт Тёртл Когда игра Закончилась За пределами Основного времени Тогда В овертайме Мы победили Денис Горячев Забил Победную шайбу В овертайме А сейчас Еще 13 минут До концовки Третьего периода Есть время И тех И у других Арсений Козлов За ворот Отдает На The Great Denny Дальше Макс Петрашенко Титуляр Пытался бросить Но получилось У него В коробку Берут Дениса За воротами И продолжает Он лежать В чужой зоне Численное Преимущество На это время Получили Команда Из Воскресенска Но Не смогли Они ее Реализовать Вновь The Great Denny Basket Tiger Останавливается Уходит От своего Оппонента Пробрасывает За ворота Алекс Леп С шайбой Передпасовывает На Кэша И Chicago Black Virus Вот тут Несколько Хороших Передач Довольно Коротких Получилось Ребят Богданов Выказывался На пятачков Баскет Tiger Перехватывает Ну что Игнат Рвется Правому Флангу Будет ли Передача А бросок Хороший Бросок От Дениса Горячего Накрывая Шайбу Вратарь Оппонентов Виктор Вал На Воротах У Воскресенска Выигрываем Брас Универсений Козлов Пытался Сохранить Шайбу В зоне Однако Virus Уже С шайбой Передает На Богданова Сеттер Рвется К воротам Вновь Отдают На Сеттера Вот тут Из-за Ворот Была Опасная Передача Под Бросок Перехватываем Шайбу Баскет Tiger Заходит В зону Не было Оффсайда Классно Успели Выйти Наши Ребята Подхватывает Шайбу Баскет Tiger Неудобно Было Входить В зону Титуляр За Грейт Дэнни Вновь Титуляр Передача Опередили Норриса В этом Случае Игроки Воскресенска А вот здесь Бросок И Рикошет Рикошет Состоялся На середине Средней зоны В итоге Вратарю Очень неудобно Пришлось На смещении Выбрасывать Щиток Что нам Показывает Повтор Здесь был Бросок Краски Да Отбивают И Смотрят Видимо Ребята На помеху Вратарю На помеху Вратарю Была ли Заброшена Шайба Коньком Ну Очевидно Что в штрафной Площади Норрис Находился В этот момент И у нас Ставится Пауза Видимо Будут Брать Челленджи Хоккеисты И На отмарки На своей Заброшенной Шайбе Еще Один Повтор Вот здесь Выбросил Как раз Таки Вэл Василь В ногу Была ли Она Все-таки Забита Коньком Ну Не мне Это обсуждать По крайней мере Игра Продолжается Уже Пост Фактум Не знаю Будет ли Подавать Апелляцию И оспаривать Этот Инцидент Хоккеисты Химика Но игра У нас Продолжается Счет на табло 2-1 3-30 До конца Мы впереди Игнат Маркин Вновь Шайбе Вот здесь Уже Заграет Дэнни Вновь Норрис За чужими Воротами Алекс Лепа Нужно Отыгрываться Химику Здесь Будет Оффсайд Голицова Нельзя Было Входить В зону Так Как Закончилась Следующая Предыдущая Игра Предыдущая Игра Закончилась 4-1 Приветствуем Трансляцию Федора Бывших Нечушкина А этой Игре У нас 2-1 Счет И 53 Секунды До конца Нужно Поувереннее Сыграть Еще один Бросок Йохан Накрывает Шайбу Накрывает Шайбу Что у нас Здесь Потасовка Не стали Ребята Переходить В Кулачный Поединок Не так Много Времени До конца Третьего Периода Чтобы Распыляться На Силовую Игру На Какие-то Драки 21-4 По хитам 4-1 Выиграла Команда Северсталь Первую Встречу Было 4-0 Но За 50 Секунд До конца Одну Шайбу Химик Отыграл И 4-1 Финальный Счет Первой Игры А здесь У нас Счет 2-1 Елагин Прорывается По левому Флангу Ходит За ворота Будет ли Снимать Химик Вратаря В данной Ситуации 30 секунд Коса Бросок И подправление Елагин Йохан Вот это Крутое Спасение От Йохана Практически В пустой угол Уже добивал Нападающий От Химик Мне показалось Даже Что немного Он промедлил Максейвит Реально Засейвил В данном Случае Череповец Счет А 2-2 Норис По правому Флангу Здесь уже 3-4 В одного Даже Наши ребята Стремились В атаку 14 секунд До конца В том числе И защитники Как раз таки Бросал Рейвен Последние секунды Выбросить шайбу Баскеттайгер 2 секунды Денис Загрейдей Не выбрасывает Ее И заканчивается Вторая игра Еще одна победа И от Череповца 2-1 Очень упорный матч Концовка Осталась На нашей Стороне Чуть более удачными До конца Я все еще не понимаю Будут ли оспаривать И смотреть Финальный гол Который был забит Игнатом Маркиным Сейчас нам наверняка Еще раз его покажут Вот здесь случился Здесь случился Рикошет И Уже влетая Во вратарскую площадь Мне показалось Что забил Забита шайба была Ногой Игнатом И радуются Радуются Наши команды И все болельщики Череповча Еще двум победам Игры получились Крайне непростыми Химик показал Крутую борьбу Здесь вот нам Показывают Забитую шайбу Две игры По одной пропущенной Шайбе От нашей команды К сожалению На ноль Отыграть В этот раз Не получилось Ну Самое главное Что добиты Две важнейшие победы Вот еще раз Мы можем На повторе Посмотреть Эту заброшенную шайбу От Игната Норрис 89 Маркина Ну а сейчас Вот собственно Мы видим Что забыли За Грейденни И Игната Нашей команды 15-10 По броскам 21-6 По хитам Выходят ребята Удалений было Не так много У второй игре Относительно Первой Два преимущества Было у Череповчан Ну и пока Таким составом Не получилось За две игры У Череповчан Реализовать преимущества Ну что 8 игр на турнире 8 побед Классный результат Несмотря на Разные Игровые сочетания Поздравляем С дебютом Еще раз И Игната Маркина И Арсения Козлова Неплохой дебют Для ребят Отметились они Результативными Балами Во второй игре Игнат признан Игроком матча Поскольку именно Его шайба Стала решающей Ну и давайте Посмотрим Как изменилась статистика На турнире Успели ли уже Организаторы Ее внести Но пока Еще нет Пока еще нет Все еще 6-0 У Череповчан Ну еще раз Повторюсь Что Мы всех ждем В Четверг На матч Акбарс И Северсталь Матч будет Очень крутой Поэтому Нам нужна Поддержка Ваша Всех болельщиков В Северстале Но я с вами На этом буду прощаться В четверг Пока По расписаниям Стоит Время 21.30 Возможно начнется Как обычно В 22 часа Поэтому всех вас ждем Следите за новостями В нашей группе Вконтакте И на Твиче Также на Ютубе До скорых встреч И всем пока-пока